Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Меня часто спрашивают, какие духи мои любимые. У меня есть любимая линейка духов. Из этой линейки только два аромата любимых, но я чаще всего пользуюсь натуральным эфирным маслом. У меня есть масло лимона. Многие с прошлого года вспомнят, как я пыталась его закончить. Представляете, до сих пор не закончила. И вот я купила себе масло лаванды. Это может быть любое эфирное масло, точнее любого производителя я традиционно покупаю. Этого производителя, у него есть свой сайт, но я заказываю на Амазоне, потому что на сайте ты должен заказать на минимальную сумму. И тогда доставка бесплатна. А на Амазоне можно просто вот одну бутылочку заказать, то, что тебе нравится. Признаюсь, я очень вкусно пахну. Мне об этом говорит муж и говорят мои дети. И я покажу, как правильно пользоваться эфирным маслом, если вы хотите, чтобы у вас, от вас точнее, был вкусный запах. Эфирное масло необходимо вот таким образом втирать в кожу. То есть нельзя его просто нанести несколько капель на запястье, возможно, на локтевые сгибы, возможно, за уши, и думать, что этот запах будет распространяться. Во-первых, эфирного масла. Для того, чтобы эфирное масло послужило нам как духи, необходимо достаточное количество. То есть это должно быть примерно столько, сколько я вылила в ладонь, потом я еще добавила. И эфирное масло необходимо втереть в кожу, потому что несколько капель, они не дадут никакого эффекта. А втирание в кожу, во-первых, позволит вам большее количество масла на себя нанести. И также, внимание, позволит вам... Сейчас я буду в шею втирать. Позволит вам... Забыла, что вам позволит. А, позволит вам как раз-таки распределить масло таким образом, что на одежде не останутся жирные следы. Вообще масло эфирное качественно проверяется именно таким способом, как написала одна зрительница. Нужно капнуть на салфетку и посмотреть, останется через некоторое время, примерно через час-два, жирный след или нет. Вообще эфирное масло, оно испаряется. Оно испаряется как вода, как спирт. Единственное, что оно долго испаряется. Вот настоящее эфирное масло, даже если вы его на волосы нанесете, у вас волосы никогда не будут слипшимися, как после обычного, так называемого, базового масла. Я наношу, как вы видите, на запястье, я втерла и нанесла на волосы, нанесла на шею, за уши нанесла, на лицо нанесла, но я упустила несколько этот момент, не стала его снимать. И действительно от меня потрясающий запах. Сейчас я надену шелковую блузу. Сегодня я вообще такая вся в тяжелом люксе буду. У меня и блузочка тяжелолюксовая, она шелковая, но на, хотел сказать, горловине нет, получается. На воротнике не останется никаких следов, и также следов не будет и на манжетах. То есть я совершенно не боюсь за свою одежду. Сейчас буквально еще 10 минут я проведу в халате, и прям такие остатки этого масла распределятся. У меня домашняя одежда очень вкусно пахнет. У меня, кстати, сегодня еще и воротник из меха. Но я совершенно не боюсь, что вся моя одежда может быть испорчена, потому что я совершенно точно знаю, что если эфирное масло 100% эфирное, внимание, не разбавлено базовым маслом, обязательно попробуйте его на салфетке. Я покажу вам, как я завязываю вот такой плотный шарф, либо платок. И до этого я показала вам узел, который можно просто традиционно завязать. Он очень большой и некрасивый. Если вы возьмете резинку, я сейчас беру резинку очень маленького диаметра, это не та резинка, которую я вчера использовала, то вот таким образом вы можете сделать ложный узел. Все держится прекрасно, красиво смотрится. Узел не большой, не маленький. Вот так это будет выглядеть в законченном варианте. Очень удобно. Сегодня у нас достаточно тепло, но я очень боюсь замерзнуть. Забегая вперед, могу сказать, что я большая молодежь, что взяла с собой палантин. Палантин, кстати, потом можно будет спустить на бедра. Вот так я буду выглядеть в падую. Вот так я закрепила. Чуть-чуть назад у меня сдвинулся палантин из-за сумки, но все выглядит достаточно красиво, органично, модно и стильно. Вот так можно закрепить, кстати, тоже на бедрах. Я показывала в прошлом году в каком-то видео такой, получается, эффект юбки. Ну, очень красиво, мне тоже нравится. Иногда я встречаю на своих любимых стрит-стайлерах такой тоже вариант ношения шарфа. Либо как раз-таки вот платка у меня каре 120 на 120. Вот так все это будет выглядеть. Очень удобно, очень здорово. Ну что ж, спускаюсь, благоухающее, не накрашенное, потому что, да нет смысла краситься. Лицо, пол лица занято маской, потому что даже если людей много на улице, маска обязательно. Подкрасила брови и глаза тоже красить не буду. У нас сегодня солнечное, я надену темные очки. Приготовила завтрак, обед, ужин своим ребятам на случай, если я поздно вернусь. По поводу обуви. Соглашусь, что сюда бы очень хорошо подошла вот эта обувь. Я же говорила, что сегодня я прям вся в тяжелом люксе. Но я привязана к удобству обуви. И в последний момент мне более всего удобны вот эти макосины, а также левые макосины с Антони. Именно их я и надеваю. Вот так в итоге я выгляжу. Сумку взяла с собой и пошла бодрым шагом на автобус. Потому что передвигаюсь я на автобусе. Хотя сегодня, кстати, поскольку день не рабочий, вот маску забыла. Большое спасибо одной моей зрительнице. Она связала мне потрясающие красивые маски. Они очень понравились моим детям. И мне эта маска сегодня идеально подходит по цвету. И действительно эти маски красиво смотрятся. Меня, кстати, спросили, Яна, от чего такая маска может защитить? Она ни от чего не может защитить. У нас в Италии обязательно ношение просто маски. Это может быть хоть шелковый платок. Но чем-то твой нос и твой рот должен быть прикрыт. Соответственно, требований к маске нет никаких. Вот я еще раз показываю, что я такая классная, не накрашенная. Все естественно. На самом деле я просто устаю снимать макияж. Ну что ж, поехали посмотрим, как там оно будет в паду и сегодня. Стою на автобусной остановке. Идет сеньора в платке, завязанном примерно таким же образом, как у меня. Видите, он не отцентрован, скажем так, он на одно плечо. Единственное, что у меня рука, точнее под рукой пропущен мой платок. Попробуйте не завязывать, потому что получается очень большой узел, а трюк с резинкой работает прекрасно. Повторюсь, есть специальные крепежи, но они не так удобны, как резинка. Сегодня автобусы ходят каждый час. В Италии необходимо прибавлять ко времени старта то время, согласно которому стартует, точнее откуда стартует ваша линия автобуса. В автобусе меня, как это часто бывает, окружается тридцатая. Вот на самом деле Италия чудесная страна, потому что что в автобусе ты можешь встретить хорошо и классно одетых людей, что в поезде, что на автобусной остановке. Ну что ж, я выхожу из автобуса и стою прямо-таки на улице. Точнее, это дорога в прошлом, которая ведет в Рим. Помните, я вам ее показывала, вот эта улица. Сейчас она стала несколько шире, как мне рассказывали. И все. Мои стритстайлеры пошли мимо меня. И я просто... Мне, кстати, показалось, что мужчина меня узнал. И я не могла сдвинуться очень долго именно вот с этой позиции. То есть вот как бывает встанешь, и ракурс не очень хороший, и освещение желает лучшего. Но начинаешь снимать тут же. Вот я, как вы видите, даже сдвинуться не могу чуть-чуть, скажем так. Парень очень красивый, классно одет. Я потом его несколько раз встречу. Я вообще практически всех своих стритстайлеров встречаю по несколько раз. Поэтому могу их заснять с разных ракурсов, чему очень-очень рада. Парень имеет стрижку такую же, как у Егора сейчас. Я вообще говорю, что... Часто точнее говорю, что мужской стиль в Италии отличает прежде всего свежая стрижка. Парень в пальто. Очень много вообще мужчин одетых классически. Это рубашка плюс брюки, либо пальто и рубашка плюс брюки. Очень красиво. Мне очень понравилось сеньора, если у вас есть кожаная куртка косуха с белой рубашкой, с белой блузой, просто с джинсами, бойфренд, рванами, возможно, как у сеньоры. Смотреться будет потрясающе. Вообще вот этот контраст кожи и достаточно грубого дизайна, плюс белая блуза, вот именно белая, либо белая рубашка, попробуйте. Это очень красивая формула готового стрицстайлерского образа. Я вас обязательно останавливаю, если вдруг вы мне на дороге повстречаетесь, а вы уже решите сниматься в моем видео или нет. Меня узнают в Падуе. Мне это очень приятно. Сегодня ко мне девушка подошла. Передаю ей большой привет. В следующем видео я ее покажу. Она разрешила ее заснять. Мне показалось, что я была резка с ней, потому что я снимала в этот момент. И поскольку я привыкла, что меня узнают, она спросила Яну. Я сказала, да-да-да, Яна, Яна, это я. Но потом мы с ней разговаривали. Я надеюсь, что на нее встреча со мной произвела хорошее впечатление. Ну что ж, как я уже говорила, стритстайла будет много. Я прямо-таки встала. Вот я передвигаюсь сейчас на свою задуманную позицию. И потом я, наверное, два часа не могла вообще никуда уйти, потому что люди вокруг меня классно одеты. Вот буквально ходили, ходили. И, соответственно, весь свой стритстайл воскресный я отсняла с одной точки, с одной позиции. И была этому очень-очень рада. Ну что ж, увидимся очень скоро. В ближайшей подборке будет огромное количество хорошо и классно одетых людей. Я думаю, что многие смогут вдохновиться. И для очень многих определенные образы будут действительно красивым примером для того, чтобы найти что-то подобное в своем гардеробе и с легкостью повторить. Обращайте внимание, когда смотрите на мои стритстайлеров, не только на одежду, а также на волосы, на укладку, на наличие укладки и на обувь. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!